Северный Курьер – газета популярная, поэтому кадровые изменения в составе ее редакции привлекают внимание. Тем более, что ситуация конфликтна и имеет глубокие корни. В связи с большим материальным и финансовым ущербом, причиненным пожаром, и в целях экономии средств на содержание редакции, произвести сокращение штата и численности редакции. Предполагается сократить 6 человек с общим фондом заработной платы 5 миллионов 700 тысяч рублей в месяц. Напомню еще раз приказ. В связи с пожаром, но естественно и события последнего времени, связанные с тем, что пытались скупить у отдельных сотрудников ПАИ, и некоторые сотрудники, в общем-то, или были готовы, или даже продали, хотя это незаконно, свою долю, то это не могло не отразиться, в общем-то, и на атмосфере в редакции, и на решении о сокращении штатов. Приказ был связан с той ситуацией, которая сложилась, и для того, чтобы разрешить, или как бы избавиться от того напряжения, которое сегодня существует, между людьми, которые твердо решили свои доли не продавать, и теми людьми, которые свои доли или продали, или готовы были продать. Предприятие разработало с прибылью, несмотря ни на какие пожары, и сегодняшнее финансовое положение достаточно устойчивое. И говорить в этой связи с тем, что пожар повлиял на финансовое положение, которое вынуждает сокращать людей, это несерьезно с моей точки зрения. Все гораздо проще, так сказать, и пожар, и линторг, и вообще какие бы то ни было проблемы, которые возникают внутри и во вне редакции, они увязываются только, так сказать, с одной проблемой. Избавляться от инакомыслия в газете. Вот и все. И вот этот приказ, который черным по белому говорит о том, что нужно уволить единственного фотокорреспондента, единственного менеджера отдела рекламы газеты, то есть людей, со мной согласятся, наверное, все работники редакции, совершенно безупречных с трудовой точки зрения, так сказать, безупречных работников, ну его никак логическими, так сказать, какими-то соображениями не объяснишь. Но редактор просто загоняет в угол, так сказать, людей, которые не согласны с его политикой, и вынуждает их отвечать такими же адекватными шагами. То есть я написал в прокуратуру жалобу по поводу вот этого приказа. В дальнейшем, так сказать, не исключены судебные процессы, потому что я в данном случае, так сказать, совершенно индифферентен к тому, что сокращают меня, Бога ради, у меня есть голова и руки, я не останусь без работы. Но я пройду путь адвокатуры по защите вот тех людей, которые попали, значит, под этот молот.